Приветствую вас, ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект Ладное Я. А сегодня мы с вами снова будем переводить с мужского на женский. Только, пожалуйста, поставьте лайки под этим видео, потому что это очень любит YouTube. И подпишитесь на канал, если у вас красная кнопка, и вы его смотрите втихаря, будто подглядываете за нами через дырку в заборе. Давайте будем уже, как это, опредметим наши отношения. Окей? А мы сегодня поговорим о том, что же значит мужские слова, причем на эти слова очень часто попадаются женщины. И смотрите, если мужчина говорит вам такую фразу, формулируя свои ожидания, специально записала на листочек, чтобы ничего не переврать, когда буду вам говорить, а вы хорошо запомнили. Я хочу, чтобы меня любили ради меня самого, а не за мои деньги. То есть мужчина может быть и при деньгах, и без них. Но умеете пускать пыль в глаза. И он вам расскажет, что ему очень важно не вот те все меркантильные бабы, которые гоняются за тем, что у него есть, а ему важно, чтобы вы в нем увидели наконец-то человека, полюбили его и все тому подобное. Хочу сразу предупредить. Ни один мужчина, у которого есть деньги, приличные деньги, который уверен в своих силах, который знает, что он еще в самом соку и может еще много чего в жизни достичь, а не стырил и убежал, и вот сидит на своей кучке, как чахлый рыцарь. Вот этот мужчина вам такую фразу никогда не скажет. Мужчина, который уверен в своих доходах, в своем достатке, который знает, что у него всего много, и он знает, что он может добыть еще и ни одного мамонта, он никогда в жизни вам об этом не скажет. А кто же скажет вам об этом? Что я хочу, чтобы меня любили, потому что вот я такой Вася, а не потому что у Васи есть кошелек. Вам скажет об этом мужчина, который уже потерял уверенность в том, что деньги он сможет заработать. Мужчина, которого воспитывали, что все надо тащить в дом и ни в коем случае ни с кем не делиться, но всегда искать лохов, за чей счет можно пожить. Вот такие мужчины. А еще мужчины-сказочники, которые купили в кредит машинку, костюмчик себе тоже, может быть, в кредит или в рассрочку купили. И ходят всем, пускают пыль в глаза, какой я классный чувак, ну как я хочу, чтобы меня любили просто так. И женщины любят. И помогают карьеру строить. И бизнесы с жопы помогают вытаскивать. И денег дают. А наш принц берет и упахивает куда-нибудь дальше брать очередной кредит, кстати, перевесив на предыдущую барышню обычно. Имеют такую особенность. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такими рассказами мужчин, помните, мужчина в силе, он никогда вам об этом говорить не будет. Мужчина, который стырил, принес в норку, и знает, что не факт, что удастся еще раз стырить, он будет сидеть на своем добре. С вами он делиться не будет, собираться, но будет рассказывать, как надо доказать, что вы любите именно его, а не то, что у него есть. И дразнить вас будет, как погремушками, тем, что у него есть. А вы, если поведетесь на эту сказочку, будете заслуживать его любовь, вкладывая свои силы, время, свою нежность, свои душевные качества лучше, а может быть и связи, и деньги будете вкладывать. Все это в надежде, что вам вернется. Ничего не вернется. Хотите со мной поспорить? Идемте в комментарии. Я думаю, у вас там, у кого-то найдется обязательно история, где вот-вот оказался не жлобом. Мы все за вас порадуемся. Если сталкивались и вкладывались и на шару, поделитесь с остальными, чтобы барышни знали, что не стоит соваться туда, на это поле, потому что все равно проиграешь и останешься ни с чем. А мы с вами встретимся в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки. С вами была Алла Касаткина и проект «Ладная Я». С вами был Игорь Негода.